Русская служба новостей Праздник с грустинкой в школах Абхазии прозвенел последний звонок 1213 строительных компаний в ТПП презентовали 8 издание каталога, главной темой которого стали проблемы перспективы строительной отрасли Министр здравоохранения Эдуард Бутба совершил рабочую поездку в Гудаутскую ЦРБ Министр обсудил с главным врачом лечебного учреждения Хаджаратом Шамба и заведующей инфекционным отделением Ангелиной Хоторба ситуацию в ковид-госпитале Пообщался с пациентами больницы По итогам поездки было отмечено, что ситуация в госпитале сложная Растет число пациентов с коронавирусной инфекцией и тяжелых больных Мы в основном корпусе открыли дополнительное отделение некоторое время назад Также открыт четвертый этаж для поступления больных Больные уже находятся и на третьем и на четвертом этаже Сейчас мы прошли с коллегой по реанимационному отделению Больные поступают тяжелые Также хотел бы обратиться ко всем и сказать То, о чем мы говорим, все медицинское сообщество О том, что надо соблюдать социальную дистанцию Носить маски, не скапливаться в закрытых помещениях Это очень актуально, коллеги Врачи сегодня работают в авральном режиме Колоссальная нагрузка на медицинское сообщество Все работают просто круглосуточно Поэтому еще раз обращаюсь ко всем Прислушивайтесь к мнению докторов За сутки в Гудаутский ковидный госпиталь Поступает от 7 до 10 пациентов Как правило, они уже тяжелые Дополнительно открываются отделения в основном в корпусе Которые требуют и привлечения дополнительно медицинского персонала Создаются по всей республике дополнительные бригады Для того, чтобы были в наличии медики, которые вылечили больных Больные тяжелые, течение заболевания тяжелое и более дорогостоящее Поэтому, как отмечалось выше, просьба соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы Для того, чтобы это заболевание остановилось Чтобы эпидемия в данной ситуации, пандемия прекратилась Ресурсы медперсонала не резиновые Пожалуйста, не пренебрегайте Запасную жизнь никто не имеет Мы тоже люди, мы тоже устаем Но мы с вами, мы стоим здесь день и ночь Подумайте о нас Развлекаться, бегать по свадьбам Это, наверное, нужно и надо Но на время эпидемии остановитесь, люди Пожалуйста, услышьте нас По итогам рабочей поездки Эдуарда Бутба В центральный ковидный госпиталь в Минздраве Состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Рассматривались вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки И порядок дальнейших действий Исходя из складывающейся ситуации Как отметили медики В стране наблюдается рост числа заболевших COVID-19 Увеличилось и количество обращающихся в медучреждения Главврачи ковидных больниц отмечают Что коронавирусной инфекцией чаще начали болеть молодые люди Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик Проинформировала, что в стране выявлен индийский штамм вируса COVID-19 Главный санитарный врач Сухумалла Беляева сообщила Что за эту неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией Составляет 285 человек Из них 34 ребенка На прошлой неделе было выявлено 220 случаев Из них 32 ребенка Среди них есть и случаи заражения индийским штаммом вируса Министр здравоохранения Эдуард Бутба Выслужив специалистов, отметил, что нужно проработать вопрос создания Еще одного амбулаторного центра в столице Одним из вариантов этого расположения Может стать Сухумская клиническая больница номер 2 На встрече также отметили необходимость усиления санитарно-эпидемиологического контроля Также был обсужден вопрос повышения ковидных доплат санитаркам Которые непосредственно работают в реанимационных отделениях По итогам заседания было принято решение Рекомендовать руководству страны Координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции Отменить проведение массовых мероприятий, торжеств, свадеб и корпоративов Ограничить работу общепитов в ночное время При этом усилить работу СЭС по проверкам объектов туристического размещения Эдуард Бутба также сообщил, что Минздрав Абхазии Обратился в Минздрав России с просьбой возобновить дежурство российских коллег В ковидных учреждениях в случае еще большего ухудшения эпид-обстановки Продолжаем выпуск Подошел к концу очередной учебный год 25 июня во всех школах республики прозвенел последний звонок В этом году в республике около 2000 выпускников Среди них 8 претендентов на золотые медали, один на серебряную В новую взрослую жизнь выпускников провожали их преподаватели, родители и друзья Наша съемочная группа побывала на линейке во второй Сухумской школе Зажигательные национальные танцы, медленный вальс, добрые напутствия и теплые слова благодарности Последний звонок по-настоящему яркий, незабываемый праздник Его главные герои, конечно же, выпускники Именно для них последний звонок звучит особенно громко Впереди целая жизнь и еще много раз пригодятся приобретенные кропотливым трудом знания И оценки не раз будут суровее школьных Но сегодня радость и надежда на то, что впереди И грусть от расставания с друзьями, учителями и школьной жизнью В восьмом-девятом классе, наоборот, хотел побыстрее уйти со школы Но в одиннадцатом классе понял, что нет, не хочу уходить с школы Очень люблю наших учителей, своих одноклассников Не хочу этого всего стерять Но надо понимать, что надо уходить во взрослую жизнь Я хочу поступить в Абхазский государственный университет на экономический факультет Конечно, я буду скучать и, конечно, я с радостью буду приходить в мою школу Потому что это что-то особенное В этой школе всегда я чувствовала себя как дома Здесь было такое ощущение, что нас любят, понимают, поддерживают И не хотелось уходить как можно дольше Я мечтаю стать режиссером, снимать очень хорошие фильмы Потому что, я считаю, эта профессия собирает в себе все, все профессии И показывает мир с очень интересной точки зрения Уходят одни школьные поколения, их сменяют другие Вчерашние одиннадцатиклассники становятся студентами А малыши идут в первый класс Образовательный процесс бесконечен и не терпит пустоты Мне понравилось, что нам подарки давали, и мы стишки говорили Я волновалась, думала, что так много людей И думала, что не смогу сказать 11 лет, годы, за которые школьники выросли, узнали много нового Научились дружить и добиваться поставленных целей В этот день с волнением звучат слова напутствия и пожелания от педагогов Родители выпускников украдкой вытирают слезы Осознавая, что дети быстро выросли Вы уникальный выпуск 150-й выпуск средней школы номер 2 имени Пушкина На вашу долю пришлось много перетерпеть Но мы выстояли, мы дошли с вами до 11 класса Совсем недавно кажется, что вы стояли вот такими маленькими На линейке 1 сентября Вы немножко боялись, но улыбались от того, что вам предстоит новая веселая жизнь Сейчас, за эти 11 лет, вы уже стали умнее, мудрее И я рада, что те знания, которые мы вам дали, пытались вам давать Вы притворите свою взрослую жизнь Много благодарных слов прозвучало и в адрес педагогов Именно учителя «Кирпичик за кирпичиком» вкладывают знания, которые в дальнейшем станут прочным фундаментом Спасибо за наших детей Спасибо за то, что научили их не только знаниям Спасибо за то, что научили их быть людьми Научили их любить друг друга Научили их быть горой друг за другом Спасибо за то, что не разделяли наших детей никогда Ни по социальному статусу их родителей Ни по их возможностям к учебе И ни по их характеру, пожалуй, ни по ластому, сложному За то, что любили всех одинаково По сложившейся традиции дети выпускают воздушные шары в небо, как символ того, что скоро сами упорхнут во взрослую жизнь, в добрый путь. Летят, летят, летят. Учащихся 4-я Чемчирская средняя школа, выпускником которой является сам. Конечно же, хочу поздравить сегодня всех выпускников. Самый замечательный период их жизни подошел к завершению. Но стены своей школы и своих одноклассников, они будут помнить всю жизнь. И они будут самые лучшие и золотые годы. Потому что пройдет какой-то определенный период времени, и они будут с любовью и теплом вспоминать свою первую учительницу, свой первый звонок. И, конечно же, свой последний звонок и свой бал. Вступая в возрослую жизнь, хочу пожелать им хороших приключений в жизни, благополучия. И чтобы они достигли своей цели. И никогда не подводили ни своих педагогов, ни свою школу, и вообще в целом свой район. В Галской второй средней школе имени кавалера ордена Леона Дженсуха Мурати 49 выпускников. Здесь, как и во всех школах республики, прозвучал последний звонок. В мероприятии приняли участие представители районного отдела образования и, конечно же, родители. Выпускники подготовили для гостей праздничную программу. Выпускников Абхазии поздравил президент Аслан Бжаня. Нашему молодому государству нужны хорошо подготовленные специалисты, обладающие широкими знаниями, соответствующими требованиям времени. Я верю, что вы осознаете ответственность перед родиной, за которую сложили головы тысячи людей, и станете достойным поколением, в чьих руках будущее нашей страны отмечается в частности в поздравлении главы государства. Президент Абхазии Аслан Бжаня за заслуги в области литературы и искусства, за активную общественно-политическую деятельность наградил орденом Ахзапша третьей степени писателя Владимира Делба. Аслан Бжаня поблагодарил писателя за его творчество и пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов. В свою очередь Владимир Делба поблагодарил президента за награждение высшей государственной награды и заверил, что и впредь намерен прославлять родину своим творчеством. Так, вы мне позволите, да? Да. Вы взяли обед, Владимир Михайлович, рад вас приветствовать. Я тоже очень рад. Спасибо за всё, за внимание, за оценку. Спасибо вам за ваш труд, за ваш вклад в развитие в том числе и абхазской литературы, за то, что вы доносите российскому читателю о нашем национальном образе в том числе. Спасибо. Мне, конечно, очень приятно, я счастлив. Я, знаете, как наш земляк Юрий Анчабадзе, получая орден, сказал, я просто делал свою работу. Вот я тоже старался, получив такой, образно говоря, значит, палочку, да, эстафетную от наших великих абхазских писателей, писавших об Абхазии на русском. Я имею в виду и Георгия Гуляева, и Фазиля Искандера, и Даура Зантария. Вот я пытался, когда у меня что-то получаться стало, пытался рассказывать российским читателям, а потом выяснилось, что и не только российским читателям, а об Абхазии. Спасибо вам ещё раз. Я признателен за это высокое признание моего друга. Спасибо вам за ваши труды, за ваше творчество. Меня очень радует, что в теперешней ситуации в вашей команде, извините за это слово, но оно такое привычное, когда говорят много талантливых молодых людей. В завершении встречи Владимир Делба преподнес в дар президенту свои книги. В Абхазском многоотраслевом колледже состоялась церемония вручения сертификата выпускникам краткосрочных курсов по профессии повара и повара-кондитера. Проект был реализован при поддержке программы ЕС и ПРООН по улучшению качества среднепрофессионального образования в Абхазии совместно с общественной организацией Мелат Пресурского. В мероприятии приняла участие супруга вице-президента Ерма Хашик. В рамках проекта, реализованного при поддержке программы ЕС и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в колледжах Абхазии совместно с общественной организацией Амелат Пресурского 20 человек прошли краткосрочные курсы по поварскому делу. Обучение проходило три месяца. За это время они получили теоретические и практические знания. Кондитером работаю уже больше 14 лет. Я люблю эту профессию. Я люблю работать с хлебом, я люблю работать с тестом, как говорится. Хлеб всему голова. Курсы мне стали очень полезны, потому что для меня очень много того, чего я, например, не знала. И благодаря этим курсам я много чего узнала. Многие из тех, кто проходил курс обучения, уже работают поварами в разных местах. Но, как отмечают выпускники, новые знания им не помешают. Батал Габеля с детства любит печь разные сладости. Свой первый торт он испек в 10 лет. Услышав о курсах по кондитерскому делу, решил пройти обучение. Я и мои друзья проходили практику, мы получили огромный опыт. У нас была лабораторная работа, где мы смогли продемонстрировать свои изделия. Я уже принимаю заказы в сети Инстаграм. Где-то около двух лет я уже занимаюсь заказами. Думаю, что в будущем мы будем делать еще новые проекты. У нас есть в будущем. И я думаю, что все получится. Всем выпускникам вручили сертификаты об успешном прохождении курса поваров-кондитеров. Пожелаем им удачи в делах. Организаторы проекта отмечают необходимость профессии среднеспециального образования, нехватка которых остро ощущается в нашей республике. Мы много лет занимаемся краткосрочными курсами. Нам необходимо, чтобы в стране были люди, которые восполняют все наши необходимые рабочие места. Если не будет среднего класса, не будет ничего. И государство в том числе. Поэтому мы очень много лет занимаемся тем, чтобы обучать электриков, сантехников, поваров, кондитеров, горничных. Не знаю, все профессии, которые необходимы нашему государству, мы стараемся охватить. Другое дело, насколько это успешно, но сегодня вроде бы и незаметно. Хотя, если проехаться по общественным ресторанам, по кафе, уже видно, есть очень много наших местных, которые работают на разных должностях. Профессия повара у нас в стране особенно более востребована в период курортного сезона. Чтобы привлечь интерес гостей к Абхазской, Европейской и другой кухне, мы должны иметь высококвалифицированных специалистов. Республиканское унитарное предприятие Черноморэнерго с 28 июня вводит график ограничений на подачу электроэнергии. Это связано с высокими нагрузками на электросети и большим потреблением электроэнергии. Как сообщил в интервью нашей программе заместитель главного инженера Саид Блабба, график временный. После окончания туристического сезона он будет пересмотрен в сторону ужесточения. На сегодняшний день наше потребление составляет 6,5 миллионов киловатт-часов, что превышает предыдущие периоды, прошлых годов, на 2,5 миллиона киловатт-часов. В сложившейся ситуации мы прогнозируем дефицит электроэнергии в размере свыше 400 миллионов киловатт-часов. В связи с этим мы вынуждены вводить непопулярные меры, такие как верные отключения, по 2 часа в ночное время. Этот график будет щадящий, так как мы в середине разгаре курортного сезона. С учетом этого понимания мы ввели график в ночное время по 2 часа с целью экономии электроэнергии для уменьшения количества перетоков, который будет запрошен с Российской Федерации и для экономии воды в Шварском водохранилище. Данный график будет держаться, скорее всего, до конца курортного сезона. После окончания курортного сезона этот график будет пересматриваться, скорее всего, в ужесточении. Итак, временный график ограничений на подачу электроэнергии. Восточная часть Гудаутского района, западная и центральная части города Сухум и Сухумского района с часу до 3 часов ночи. Гагрский район, город Питсунда, поселки Аллахадзе и Бзыбь, западная часть Гудаутского района с 3 до 5 часов утра. Галский, Ткуарчалский, Ачамчирский и Гулрыбшский районы, восточная часть города Сухум и Сухумского района с 5 до 7 часов утра. Тело российского туриста, жителя Челябинска, Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего в акватории Гагры 17 июня, было обнаружено утром 25 июня в районе пансионата «Энергетик». Как сообщает пресс-служба МЧС, спасатели доставили тело на берег и передали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Гудауте. Автомобиль Toyota врезался в придорожное дерево. ЧП произошло на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. К приезду спасателей один из пострадавших был доставлен проезжим автотранспортом в Гудаутскую районную больницу. Водитель автомобиля Мазилова Вера Павловна 1960 года рождения из Санкт-Петербурга была деблокирована спасателями и передана бригаде скорой помощи, однако спасти ее не удалось. Подробности в оперативной сводке МВД. Задержан разыскиваемый с 18 июня прошлого года житель поселка Адзюбжа Чанба Эшсонотикович 1989 года рождения. Гражданину Чанба вменяется незаконное культивирование запрещенных возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений, совершенное в крупном размере. Как ранее сообщалось, 4 июня 2020 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД оперативным путем выявили и уничтожили плантации по выращиванию наркосодержащих растений. Порядка 19 тысяч корней конопли и мака сотрудники милиции изъяли на приусаденном участке жителя Чемчерского района Эшсонотчанба, а в жилище гражданина в селе Адзюбжа были изъяты кустарные приспособления, сырье наркосодержащих растений и пластиковая тара с растворителем. В криминальном архиве мужчины судимость за кражу и грабеж. Последний приговор условно с испытательным сроком на два года вступил в силу в 2019 году. Не отбыв его, Чанба занялся возделыванием плантации наркосодержащих растений. В ходе разрабатываемой оперативной информации правоохранительными органами и ранее проводили спецоперации по задержанию Чанба, но последнему удавалось скрываться в родном селе. 23 июня текущего года уже после задержания данного гражданина при обследовании его приусадебного участка в селе Адзюбжа вновь обнаружены корни запрещенных растений. В общей сложности правоохранителями изъяты саженцы растений конопли и 431 корень растения мака снотворного, содержащие наркотически активные компоненты и пригодные для использования в качестве сырья для изготовления опиесодержащих наркотических средств. Следственно-оперативные мероприятия в отношении гражданина Чанба продолжаются. Задержание Шсоу Чанба провели совместно сотрудники службы госбезопасности Республики Абхазия, Управление уголовного розыска Министерства внутренних дел и оперативного состава райотдела по Ачимчерскому району. Цыцебава Юрий Георгиевич 1974 года рождения задержан в результате реализованной оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВР Республики Абхазия совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела внутренних дел по Гулрыбшскому району. В ходе обследования жилища данного гражданина на втором этаже было обнаружено и изъято оружие боеприпасы, автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм, граната F1 с запалом, ручной гранатомет и патроны калибра 7,62 мм. Эксперты установили, что оружие технически исправное для производства выстрелов пригодно, а патроны являются боевыми. Боеприпасы также пригодны к производству взрыва. Помимо незаконного хранения оружия, гражданин Цицыбава на своем приусаденном участке выращивал запрещенные растения. В отношении Юрия Цицыбава по части 1 ст. 217 и части 1 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Уже готовое к инъекции наркотическое вещество метадон изъято у жителя города Сухом Арашба Стамура Стамуровича 1991 года рождения. Медицинский шприц с наркотическим веществом мужчина хранил при себе и выдал в ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками отдела уголовного розыска в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. В отношении Стамура Арашба, делом дознания столичного управления внутренних дел по части 1 ст. 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Последний отпущен под подписку о невыезде. Жителю села Дурибш Кудаутского района Губас Ахри Джоновичу 89 года рождения вменяется незаконное хранение и ношение, а также изготовление или ремонт огнестрельного оружия. У последнего сотрудниками управления уголовного розыска обнаружен изъят пригодный для производства выстрелов пистолет, переделанный из травматического в боевой. В отношении гражданина Губаса, делом дознания Гудаутского райотдела по части 1 ст. 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД реализовали разрабатываемую информацию, в результате чего после пересечения таможенного контроля КПП ПСО задержали наруш вилле Джамбула Наповеща 1979 года рождения жителя села Дурибш Кудаутского района. В автомобиле Джамбула Нарушвили сотрудники милиции изъяли спрятанное под водительским сидением наркотическое средство метадон. В ходе дальнейшего обследования автотранспортного средства был обнаружен еще один сверток с аналогичным веществом. Гажданин Нарушвили заключен под стражу. Последнему вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка, а также ввоз на территорию Абхазии наркотического вещества. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Джамбула Нарушвили по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственный отдел Линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Продолжаем выпуск. В Сухуми прошла презентация 8-го издания каталога торгово-промышленной палаты Абхазии. Если в прошлом году он был посвящен теме инвестиций и бизнесу, то сейчас его главной темой стали проблемы и перспективы строительной отрасли. Репортаж Гугу Цивардания. Солнечная погода, свежий воздух и уютная атмосфера. За круглыми столиками собрались предприниматели, друзья и коллеги торгово-промышленной палаты Абхазии. В этом году презентация каталога ТПП прошла под открытым небом. Главная его тема – проблемы и перспективы строительства. Строительные фирмы предлагают различные виды услуг, включающие в себя проектирование объектов, непосредственно строительство, реконструкцию сооружений различного типа, проведения всех необходимых подготовительных работ, а также отделочной, пробивной и другие работы. Мероприятие, которое мы сегодня проводим, а именно презентация каталога предприятий, совершенно нетрадиционное для нас. Впервые за 13 лет презентации каталога мероприятие проходит в закрытом формате. Не скрою, мы очень долго думали, проводить презентацию или не проводить. А может быть, провести презентацию в онлайн-формате. Тем более, что сейчас мероприятия в формате онлайн, они очень популярны, набирают обороты во всем мире. Но, учитывая практику, к которой мы вместе с вами привыкли, а это именно формат живого общения, наверное, невозможно заменить ни одной компьютерной техникой, ни интернетом. Идея профессионального издания с подробными данными о предпринимательстве в Абхазии возникла у основателя и первого президента ТПП Республики Геннадия Гагулия. Сегодня это единственный в стране информационный источник экономической направленности. Туризм, сельское хозяйство, экология, молодые предприниматели, инвестиции – все эти темы актуальны и уже успешно освещены в каталогах торгово-промышленной палаты. Тема строительной отрасли не менее значимая для нашей республики. В каталоге 2021-го представлена информация, отражающая положение в строительной отрасли Абхазии. Издание знакомит людей с предприятиями, мнением экспертов, предстоящими мероприятиями, которые пройдут в странах СНГ и РФ. Важно отметить, что в этом году в каталог вошли 1213 предприятий республики. Строительная отрасль имеет огромное значение в развитии народного хозяйства любого государства. Тесная взаимосвязь строительства и других отраслей определяет необходимость повышения качества и эффективности деятельности строительных организаций. Говоря о городском строительстве, главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала о градостроительном кодексе Абхазии и при этом отметила, что столицу важно беречь. Я, как всегда, говорю о болезненной теме, это о градостроительном кодексе республики Абхазия. Планировать город мы должны и обязаны с учетом перспективного развития нашей страны и, соответственно, города в целом. Вся нормативная база, которой мы сейчас имеем право пользоваться, она, в принципе, свое развитие остановила еще в советский период времени. Руководствоваться новыми нормативными документами в области строительства нам достаточно сложно, потому что они не подтверждены на территории республики. И это необходимо поменять, потому что строительная отрасль, она развивается достаточно быстро, а нормативная база наша отстает от этого. Несмотря на тяжелое время борьбы с пандемией коронавируса, предпринимателями Абхазии было создано движение «Мы вместе», основная цель которого – помощь в борьбе против COVID-19. За время пандемии организации удалось помочь многим, кто нуждался в поддержке. В рамках презентации каталога предпринимателей движения «Мы вместе» были удостоены грамот и памятных подарков. Награды вручили 25 предпринимателям республики. В 2020 году он был очень непростым для нас. И те вызовы, с которыми столкнулись и граждане, и государство, они были без инцидентов. И безусловно, предприниматели, как люди активно и своевременно приспосадывающиеся к ситуациям, складывающимся в жизнь, объединились. В свою очередь предприниматели поблагодарили руководство ТПП и отметили, что этот год был сложным для страны в целом, особенно в экономическом плане. Однако, объединившись, им удалось преодолеть многое. Кукса в Ордане, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Ежегодно 27 июня в России отмечают День молодежи. Праздник, посвященный тем, от кого зависит будущее страны, мира и планеты в целом. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» при финансовой поддержке правительства Москвы, а также при содействии Министерства культуры Абхазии и администрации города Сухум, в этот день на площади Абхазского государственного драматического театра имени Самсуна Чанпа организует праздничный концерт. Начало в 20 часов. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 25 и 26 июня в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17,22, днем 23,28 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Эфир Абхазского телевидения продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова